На России в Курской области народ доведен до предела и уже обвиняет московский режим в предательстве. Верить, что наше руководство военное не знало об этом. Бег в супровизации, бег в контроле, когда за каждым человеком прослеживают камерами, когда идет реклама по телевидению, что в космосе мы можем увидеть монету над ней. Наши вооруженные силы почему-то не увидели скопления войск на границе с Голдкой областью. Поэтому у меня складывается мнение, что это настоящая диверсия. Еще генерал-лейтенант Гурулев с передачей из Бологьева и некоторые телеграм-каналы открыто говорили, что главнокомандующий Герасимов за две недели вывел войска в Курской области, то есть вывел дополнительные силы, то, что могло защитить наши границы. Как это может быть неделеки? Когда, извините меня, наши ребята молодые на границе брали огонь на себя. Наши сыновья, строчники, которые оказались там, они отражали огонь и брали на себя. Когда сейчас родители этих строчников пишут петиции в интернете о том, что у них нет связи с детей и что они стищат. Когда наши военные, главнокомандующие заявляют о том, что потери неизвестны. Как это может быть, когда больше двух тысяч человек уже не выходят на пять, 28 населенных фунтов, это официально. Одновременно с тем, в регионы массово пошли двухсотые срочники, которых Кремль приказал использовать в боевых действиях. Тысячи срочников, перекидываются со всей России в Курск, чтобы они шли впереди Ахмата, а тот прятался за их спинами. После этого вы хотите, чтобы к вам срочников отправляли на службу? Мальчики шли. Девушка, вы понимаете, вы мне такие вопросы задаете, на которые я не отвечаю. Давайте как эмоции свои спрячем подальше. Куда? Ну не знаю, как их можно спрятать? Это мальчик. Вы зачем мне это рассказываете? Это от меня зависит. Вам больше нехудно сказать? Я вам скажу потом отдельно, приведу, я вам скажу, кому надо сказать. Я вам отдельно потом скажу об этом. Я думаю, что в таких случаях наши дети ничего не должны делать, что они сами родили, воспитали, вырастили. А вы приводите еще, чтобы никого пограбли. Мальчика срочников, это вы бежите. Бедолаги. На границе всегда стоят срочники, это пограничники, они там проходят службу. Они приняли присягу к родине, они военные. В 1941 году на границе стояли срочники с командованием. В Афганистане наши срочники воевали. В Чечне наши срочники воевали. Парни уходят в ваду, они принимают присягу, они присягают родине. Куда родина пошлет, туда и едут. На России постепенно начинается процесс прозрения, и в первую очередь, с неудобных вопросов московскому режиму. Там просят еще раз озвучить цели вторжения в Украину, так как так называемая деноцификация звучит нелепо. В особенности, когда в российских рядах есть подразделения с немецкой свастикой, такие как Русич. До сих пор не заявлены никакие цели СВО, потому что нельзя считать целью СВО деноцификацию. Мельчакова вон пойдите, деноцифицируйте. А что вы думаете нужно делать с Мельчаковым? Ну воюет и воюет, а что с ним делать? Он взрослый человек, его уже не переубедишь. Ни в чем. Ну а как-то говорить о деноцификации, имея в своих рядах Мельчакова, ну как-то даже вот несколько абсурдно. Появились кадры, как российские военные мародерят в Глушково Курской области. ВСУ туда еще не дошли, а сейчас там стоит много российских подразделений. Российские военные обчищают магазины, дома местных жителей, а также склады. К примеру на кадрах, россияне обчищают склад Вайлдберрис. А выехавший народ спрашивает своего мэра, нет ли в Глушково мародерства. Когда они вернутся домой, то будут приятно удивлены. Что там в Глушково? Глушково людей мы эвакуировали. Там находятся на позициях наши пограничники и наша армия. Наши дома в Глушково охраняются, нет? Или мародеров? Не, не, мародеров нет. Мы, во-первых, в каждом районе, помимо тех военных, которые там есть, плюс наши администрации, они на месте главы Глушковского района общаются. У нас навещание бывает. Мы усилили ДНД и плюс там еще на усиление армия нам дала военных комендантов. Вот военная полиция прибывает дополнительно, поэтому такого не должно быть. Ну скажите, как долго это продлится все, понимаю, но мы приехали, только лишние вещи взяли. Ну, если что-то нужно, мы, во-первых, все вещи более теплые предоставим. Новые, купленные они будут. Плюс договорились о чем? К нашим выплатам, вот, например, вчера я разговаривал, тем, кто через услуги регистрировался, значит, дополнительно на карточку еще будет начислено по 3 тысячи рублей от Сбербанка и по 3 тысячи от Озона. Вот, и сразу же в Каталонии можно будет что-то выбрать. В Глушково показали, что творят российские военные. Четы, секуфляры, что-то тут валяется. Так, видно, тут все валяется. Что-то забрали, что-то не забрали, что-то. Я не разумаю, что-то не надо. Затем аптека. Открылась, видимо, окна открыто. Бонщи. Санатся, вот этот микрофон. Так, что есть? Туда заходить не в воду, не в обеду. Там все кратку на свет. А самое интересное, вот она. Я вам отсюда встал и засниму. С порог я захожу. Дверь просто взорвали. Дверь все валяется, все лежат. Цифра-маркет. Короче. Цифра-маркет. Я не захожу, но отсюда смотрю. Между тем, украинские военные, наоборот, помогают российским мирным жителям и дают им еду, в то время, как российские солдаты мародерят. Чтобы вам тушеночку дать, как вас скажите? Как вас тут? Вас наши не убежают, правда, нет? Нет. Все, наши любят вас. А потому что мы же тоже украинцы. Да? Этничные при чем? Я же украина. Да? А зверьте сами. А мы родня сейчас украина. Одна я тут, в России. Друзья, справа в том, что Бог, он учет любить и допомогать одному. Тем временем на России жалуются как на отсутствие помощи со стороны московского режима, так и на обстрелы со стороны российской армии, которая лихорадочно бьет во все стороны. Никто, ни глава района не приехал, ни замглавы, ни глава этого города не приехал. Никто не приехал и не спросил, ты живешь со светом или не светом? Как ты живешь? Хотя я на приемы ходила и к Белоусову. Помогите мне, пожалуйста. С Суджанского района, село Казачо-Локлим. У меня там дом сгорел, попало то ли осколки, то ли я не знаю что. Страшно стреляют каждый день. Вчера с той стороны откуда-то то ли самолет прилетал, то ли вертолет, я не знаю. Но они что-то у вас спрашивали? Ну да, откуда я, что я и все. Ну то есть просто так, потом дом проверили, наверное? Ну да, да. Ну они во двор заходили, в подвал заходили, видели, как что я там населила себе, чтобы спать. Но разговаривали на русском они? Нет, не на русском, они по-другому разговаривали. Я даже пару слов не понимала, что они говорили. Ну то есть украинские, наверное, все-таки были? Ну там были и украинцы еще какие-то, не русские они были. А, то есть иностранная речь была? Ну да, 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 но там они не на нашем разговаривали. Они на танках, ну дальше у нас улица длинная, поехали туда и все. Ну я видела снаряды, как прилетали, танки все бахало, бухало, ракеты летали. И там до сих пор? Жители, да, до сих пор. Кого вам удалось выбраться? Сосед мой через два дома. Когда вот начали всех, все уезжать, там потихоньку, кто как, кто лесом, кто так пешком, приехал за мной на машине, говорит, Нель, поехали быстрее. Я, короче, в чем была, в том, собралась и уехала. Была дорога опасная, но у нас пропускали, ну там и некоторые наши военные, которые мы сказали, так и так мы убегаем, все. А ВСУ как пропустили? Ну пропустили же как-то. То есть Солета ВСУ видишь? Да, мы главное уезжали, а за нами следом, то ли за нами, то ли там же кольцо перед суджей, на танке со стороны Украины, у нас же там Украина рядом. Ни плена, передо мной никого не брали, ничего. А они только сказали, хотите жить быстрее, уезжайте отсюда, и все. Там у вас условия жизни какие? Там вообще невыносимо, они все по подвалам сидят, потому что им ехать некуда, у них никого нет. У нас осталось там человек 30, наверное, скорее всего. Старики, наверное? Да, старики, даже бабушке одной почти 98 лет ей. А куда? У нее внуков нет, детей нет, куда ей? А вот пролетарск Ростовской области никак не могут потушить. Там полыхает как нефтебаза, так и огромный ландшафтный пожар. С воскресенья, с прошлого, мы живем в несколько новых реальностях, жители нашего города. Живем с учетом того, что у нас буквально на окраине нашего города горит топливохранилище, которое загорелось в результате попадения нескольких беспилотников. А в Севастополе возмутились бомбоубежищами от московского региона. Это укрытие, не знаю, может нельзя говорить где, Гагаринского района, так скажем. Вот представляете, баллистика, да? Люди такие забегают в укрытие, а тут просто, тут даже дышать нечем. То есть это укрытие уже не функционирует, потому что здесь какашки и очень, и очень вонючие. Поэтому сюда никто даже заходить не будет. Вопрос, зачем было тратить деньги, силы, время, ставить укрытие, если сюда кто-то накатывает. Этой ночью нашими ракетами «Нептун» был поражен крупный российский склад боеприпасов в Острогорском районе Воронежской области. Не знаю, будет видно вам или нет, но это вот то, что сейчас творится в Острогорске. У меня где-то рядом упало походу, либо бомбануло так сильно, что ж ужас, прям вот это бум, прям слышно, прям хорошо. Ребят, я вам скажу больше, просто сейчас складские, все... Волошина прям конкретно виден, видно красное небо, заревое, короче. И я так понимаю, в совхозе пожар, потому что там пламени вырываются. Ребят, да схватит, все мы знаем, мы все прекрасно знаем, и что там произошло, мы тоже знаем. Тем временем на России продолжается полная разруха. К примеру, во Владивостоке рухнула подпорная стена. Отбитый наглухо московский режим, ежедневно тратит миллиарды, чтобы бомбить Украину, а лучше бы тратил эти деньги на свою страну. А в Ростовской области, продолжаются проблемы с водой. Некоторые жители выходят на дороги, и стирают одежду прямо в лужах. Они просят водителей ездить аккуратно, и не бультыхать в воду, чтобы не поднималась муляка. Эта женщина говорит, что не только стирается в лужа, но и купается. Вот до чего довел московский режим, поэтому россияне должны радоваться, что ВСУ идут их освобождать.